Здравствуйте, дорогие мои друзья! Сегодня у нас рубрика классические говносборки. Сегодня у нас будет один из самых последних экстрим Windows XP. У нас сегодня Ultimate Edition от 4.06.2014 года. По сути это конец эры Windows XP. Была еще версия 2015 года, но я все не могу ее найти. Вот хрен его знает. Перерыл пол интернета, 2014 года нашел, до этого 2008 я снимал. В загажниках у меня версия 2011 года лежит, а вот 2015 найти не могу. Ну да ничего страшного. Сегодня мы с вами проинсталируем версию 2014 года и немножко повспоминаем. Тут, кстати, снизу интересная такая строка гуляет, где написано, что Windows XP это одна из самых популярных операционных систем в мире, занимает второе место. Но тогда занимала, когда эта сборка вышла от 8 апреля. Писано, кстати, что техническая поддержка Windows XP будет прекращена. Написано, когда она вышла, 25 октября 2001 года. Но автор, наверное, не знал, что данная сборка нихрена не последняя. И многие сборки до сих пор клепаются. Как-то так. Ну что ж, господа, начнем инсталляцию. Тут она очень скучная, как всегда, текстовая. Поэтому некоторые моменты мы пропустим. Ну а для тех, кто не знает, что это за сборки, я напомню. Это целая эпоха. Примерно со второй половины 2000-х данная сборка конкурировала со сборкой Chip XP, CD, Zvere DVD. И была очень сильно успешна. Появился вот такой вот интересный инсталлятор. Написано, корпорация Microsoft 2014. Все права защищены. Экстрим. Ну вы знаете, спустя все эти годы критиковать что-то либо будет неправильным. Тем более, это мы в обычной рубрике говносборки критикуем, ругаемся матом. А здесь мы просто ностальгируем, господа. Тут у нас коробочка от Висты. Обоина от Висты. Называлась она Аврора, если я не ошибаюсь. Были, кстати, интересные сборки, где даже вот это описание переделывалось и сборщики там что-нибудь дописывали. Кто не в теме, вот та самая обоина Аврора. Ее вариантов очень много. Начиная с года 2007-го, это была очень сильно популярная обоина. Но если кому интересно, Аврора появилась также еще и в macOS. Вот так она выглядела. Была она в версии 10.5, 10.6. Два разных вариантов. Вот вариант с 10.5 Leopard, а вот вариант со снежного Bars. Поэтому некоторые люди, когда вы будете упоминать обоину Аврора, могут думать сразу о разных операционных системах. Итак, мы установили виртуальные драйвера. Нажимаем финиш. Прям 2009 год, да? О, еще звучок. Как в голливудских фильмах. Особенно старых фильмах 80-х, 90-х. Знаете, там Орион, Королка, там еще что-нибудь такие были интересные в начале заставки. Ну и Звукан, естественно. Давайте мы все это дело подгоним под более приятный видон. Но что сказать, данную сборку я очень много где видел. Вот у друзей, знакомых. И самое прикольное, они еще платили деньги, чтобы какой-то чувак пришел домой и вот это все дело установил им ПК. Им казалось все это просто нереально круто. Вот эти все звуки, вот эти все изменения, вот эта тема оформления. Ну, раньше у меня эта тема вызывала ярость. Особенно вот эти значки я терпеть не мог. Которые гибриды полувистовские, полу от XP, полу от семерки. Короче, налеплено непонятно что. Панель а-ля виста. Вот эта размытая кнопка, но естественно я в видеоредакторе уже, наверное, к моменту вашего просмотра добавил резкости. И вы вот этого размыления не увидите. Но вот у кнопки на самом деле очень маленькое разрешение. Пиксели растянулись и получилась вот такая вот музя. Далее, звук. Регулировка звука у нас здесь изменена. И добавлена вот такая вот лишняя анимация. Звук тоже не родной. Ну, переключатель языка, как всегда, вот такая вот синяя плямочка, которая портит весь этот внешний вид. Такая вот синяя дыра. Вот только при наведении появляется симпатичная рамочка. Ну, тут понятно. Включена английская раскладка. Обоина в стиле Авроры. Ну, уже под такой семерочный стиль. Ну, для 2014 года все вот это уже было просто дико устаревшим. Понимаете? В то время уже как бы появилась и была уже на горизонте десятка. Но вот вовсю, не то что появилась, а вовсю юзалась 8.1. Не говоря уже про Windows 7. Но тут же внешний вид вот этот весь косит примерно под моду 2007-2008 года. И такое ощущение, что автор в принципе ни хрена это и не менял. Вот как выпустил он сборку 2008 года, понабирал там тем оформления, вот какие-то мелочи изменял, так вот ничего и не менялось. Но благо у нас есть сборка 2008 года. Она же у автора была первая. Ну, как первая. Было очень много вариантов. Вот видите, версия 3.8. Начал он в 2008 году. Вот давайте пролистаем. Однако, если тогда была расцветка а-ля Виста, то сейчас просто синяя. Давайте посмотрим, какая с коробки у нас была тема оформления. Вот первый запуск. А в 2008 году была дефолтная тема оформления. Ну, значки были те же самые говняные. Правда, на этих значках отсутствовали вот эти полосочки. Видите, здесь полосочки есть, а тут этих полосочек не было. Но тем в стиле Виста было предостаточно. Вот по сути все то же самое. Видите, только это 2008 год. А вот это, господа, 2014 год. Стала Windows XP заложницей вот этого Вистовского, как говорится, мегадизайна. Которого, в принципе, очень плохой. Точнее, очень неуспешный, в кавычках, популярности Windows Виста в то время практически никто и не видел. Я говорю про 2008 год. Все в основном юзали Windows XP, а потом семерку. Со значками вообще полный хаос. Специальные возможности. Вообще, иконочка с игры. Игра такая была, кстати, в Виста. Надпись на надпись заезжает. Но если мы в сторону передвинем, то становится чуть-чуть лучше. Включаем классический вид. Вот обсирать-то не хочется. Но обратите внимание, тут с иконками бильбердень полный. Видите? То есть, P спряталась за значком. Значок должен быть маленьким. А он какой-то большой. Здесь у нас пол значка монитора вообще съедено. То есть, человек все вот эти изображения, значки менял. А вот как это все будет смотреться, потом, в принципе, наверное, не проверял. Вообще не проверял. С коробки куча разных утилит. Тестирование оборудования. Flash Player. Ну, мы давайте посмотрим, какое у нас здесь программное обеспечение установлено. То, что нас самое главное интересует. Ну, это образ 700 метровый. Поэтому здесь в основном дополнительные утилиты. Оформление. Кое-какое обновление с коробки присутствует. Вот Java 7 установлено. Блокнот. Flash Player. Обновление. Ну, давайте посмотрим. Я думаю, что они будут актуальны. Не то я открыл. Да, здесь у нас обновление за 2008. Вижу обновление Ишака за 2014. 10, 11, 12, 13, 14 год. Видно, что товарищ одну и ту же сборку с 2008 года насиловал. Обновлял, обновлял, обновлял. Что-то менял, что-то там убавлял. Ну, как говорится, классику не судят. Вышла бы эта сборка сейчас. Я бы по ней проехался локомотивом. Потому что здесь косяков таких вот мелких просто, ну, огромное количество. Зайдем в меню системы. Ну, тут, как всегда, значок. То ли от семерки, то ли от висты. Перебитые копирайты присутствуют. Не стеснялся автор писать здесь, что сборка Extreme. Ну, дописывал, что 2014 год. Корпорация Microsoft. Кому-то интересно, сколько она жрет. Ну, господа, Windows XP. Это Windows XP. Она всегда ест мало. Вот. Но я видел им еще меньше. Еще один интересный косяк в интерфейсе. Видите, здесь кнопочки нормально отображаются. Нигде не выступает. Но если мы открываем свойства системы, кнопки здесь уже вылазят. Не знаю, специально это или не специально. Как по мне, это не очень красиво. Так, оформление. Ну, говнотем здесь будет очень много. И, скорее всего, они будут все одинаковы. Эта тема у нас называлась Vista Live Blue. Потом есть Royal Vista. Вот такая вот, кислотная. Ну, тоже эту тему как-то раньше видел. Если прошлую тему хотя бы можно терпеть, то эту тему терпеть невозможно. От нее просто вытекают глаза. Столько блеска, контраста. И все настолько ярко, что просто жесть. Нашел тему Windows Metro. Вот, я как понял, Metro типа под 8.1. Судя по теме, блин, и снова этот страшный курсор. Еще один косяк. Видите, написано E и N куда-то улетело. Даже обводка нормально не отображается. Видите, здесь снизу есть полосочка, здесь полосочка есть. И, видимо, все это дело куда-то в бок съехало. Но в то время всем было похер. Поставят тему, пострашнее выбирался курсорчик. И что, и нормально заходило, все пользовались. Играли там, месседжеры ставили всяческие там, Миранды, Квипы. Кстати, кто не видел, я про Миранду снял ролик в 2019 году. Так что, кто хочет фапануть на нулевые, есть такая возможность. Это Миранда, которая работает под десяткой. Нормально может подключаться к ACQ, Фейсбуку, даже, вроде говорят, Дискорду, Одноклассникам, Джабберам и т.д. Рекомендую к просмотру данный ролик. Называется Миранда, месседжер в 2019 году. Под XP тоже работает. Вот. Кстати, здесь был прописан в вышеке сайт автора extreme.vs. Я не знаю, жив ли данный сайт. Вы знаете, сайт жив, но мне страшно его открывать. Скорее всего, там совсем какая-то другая информация. А точнее, вас перекидывают на вот такой ресурс Mi Video. И, видимо, автор за счет популярности сборок набрал какое-то количество посещаемости на его сайт, а потом нахрен по его продал. И, судя по всему, за хорошие деньги. Странно еще, что тут какой-нибудь 1xbet не вылазит. Тут еще, знаете, как по изи все. Так что, господа, вот чем опасны говносборки. Никто не знает, что потом придумает автор. Кстати, здесь у него спам прямо в пуске. Есть раздел софтовый архив, и тут у нас куча различных сайтов. Лучшие фильмы, скачать музыку, тд, тп. Скорее всего, ему за это доплачивали какие-то даже денюжки. Смотрите, виртуальный какой-то мир. Чем приятно было Windows XP? Даже в виде говносборки она практически ничего на жестком диске не занимала. Смотрите, всего лишь 2,5 гига. 2,5 гига. Ну, как-то так. Еще тут было огромное количество твикеров. Я, наверное, уже говорил. Вот, например, настройка прозрачности панели. Смотрите, вау. И у вас прям почти аэро получается. Здесь галочку ставите. Автозапуск программы. Правда, эта хрень маленько отжирает. И еще эта программа настолько старая, что написано в 2005 году. 2005 год, чуваки. Я не шучу. Главное не забыть, что и где вы включили, потому что потом будет со всем этим тяжело разобраться. Смотрите, у вас такая. Получилась прозрачная виста. Посмотрите, какой жесткий курсор посреди курсора глаз. Жесть. Пугающий очень. Очень жаль, что это небольшая версия сборки, потому что вроде бы были сборки и по 3,5 гига, и по 4. Там гораздо больше софта, больше различного мусора или чего-то либо интересного. Можно было бы поностальгировать. А так это минимальный 700 мегабайтовый образ. Поэтому, наверное, больше мне вам показать тут нечего. Если у кого-то есть сборка 2015 года, пришлите, господа. Будет очень приятно разобрать. Это были классические говносборки. Всем пока и спасибо за внимание. Господа, я еще у вас одну минуточку заберу. Я себя самого прорекламирую в своих роликах. Итак, господа, у меня есть лайв-канал. Для чего он сделан? Он сделан в основном для стримов. Также я сюда закидываю сырые ролики, которые я могу использовать как сырье или же для предварительной оценки. Стримы бывают очень часто. У вас есть возможность со мной будет пообщаться, так как в социальных сетях я не особо общаюсь. И я понимаю, что многим дискорд может не нравиться. Я в основном сижу в дискорде. Поэтому заходите на Лещенко Live, пообщаемся. А для тех, у кого есть дискорд, у нас бывают разговоры прямо через дискорд. Ссылка на лайв-канал в описании. Спасибо за внимание.